Всем теплый весенний привет! Пусть у кого-то еще снег за окном, но календарь не обманешь, на дворе весна и это радует. Ну а мы, как всегда, приготовили вам рассказ о мобильных проектах, вышедших за последнее время на платформах Android и iOS. Начнем с космической темы. Игра Beyond Space предлагает почувствовать себя пилотом-наемником, выполняющим приказы и сражающимся на стороне Альянса. Тем, кто неуверенно себя чувствует в открытом пространстве, проекту ряд ли порекомендуем. Во время сражений вам придется постоянно менять траекторию полета, выделывая затейливые кубиты. Управление вполне отзывчивое, а для любителей извращений имеется и схема с акселерометром. Получаем задание, выполняем его, а по завершении прокачиваем имеющийся корабль, ну или получаем новый. Частенько Beyond Space сравнивают с космической стрелялкой Galaxy on Fire. И не в пользу первой. Все-таки мир здесь не открытый, а графика оставляет желать лучшего. Но поскольку на платформе Android не так уж часто выходят действительно интересные проекты, на безрыбье, как говорится, и Beyond Space покажется вполне ничего так. Впечатления сглаживают довольно остроумные диалоги в перерывах между миссиями, а также возможность подключить геймпады для управления. С другой стороны, игрушка не бесплатная, и в том же Google Play за нее просят более 130 рублей. Так что вот он, ответ на извечный вопрос, почему на Android процветает пиратство. Ну и совет от нас, если любите космические стрелялки, а под рукой нет ничего более достойного, Beyond Space вполне оправдает ваши ожидания. Со следующей игрой в списке, Devil's Dungeon, все также неоднозначно. Ее создатели явно считают 8-битную стилистику успешным ходом и неустанно ее эксплуатируют. Перед нами платформер с элементами RPG, когда в процессе прохождения уровней игрок прокачивает себе несколько параметров. Это можно сделать за накопленный опыт, а также с помощью приобретенных вещей. При этом игрушка довольно хардкорна, здесь необычная система прохождения уровней. Они сгруппированы сразу по три штуки, а это значит, что, умерев на определенных этапах, придется начать играть или на предыдущем уровне, или даже раньше. Здесь, пожалуй, кроется попытка разработчиков заработать на проекте дополнительные деньги. Дополнительные, потому как игра не фритуплейная, стоит в App Store 33 рубля. В принципе, для всех любителей такого типа развлечений Devil's Dungeon вполне подойдет. Особо принципиальные будут проходить снова и снова, пока не прокачаются. Кстати, уровни каждый раз генерируются по-новому, в чем тоже есть определенный челлендж. В общем, всем фанатам жанра рекомендуем. Цена вполне низкая для того, чтобы попробовать. А следующий на очереди проект, заслуживший звание лучшей отечественной игры 2013 года. Причем, как по версии нашей редакции, так и по мнению уважаемых пользователей. Тук-тук-тук не хватало лишь только на мобилках, но теперь это недоразумение исправлено. Вообще, рассказывать о такой игре кажется немного бесполезным. Все равно не передать полностью и абсолютно всех впечатлений. Так что скажем лишь, что здесь по-прежнему главный герой, проснувшийся и обеспокоенный житель огромного дома, которому необходимо помочь дожить до рассвета, избегая всего таинственного и непонятного, что может встретиться на пути. Цена для такой увлекательной игрушки в App Store выглядит вполне оправданно. Всего за 169 рублей вы получите захватывающее и пугающее приключение в карманном варианте. Тук-тук-тук рекомендуется к ознакомлению в обязательном порядке. То же самое можно сказать и о проекте God of Light. Эта головоломка предлагает поиграться с источником света. На каждом уровне он один, а еще здесь расположено множество приспособлений для направления его в нужную сторону. В итоге необходимо не только активировать заданную точку, но и собрать при этом расположенные тут и там звезды. Собрать, ну в смысле добиться прохождения через них луча света. На первый взгляд это довольно просто, но со временем расположение отражающих зеркал, а также других элементов на уровнях становится все более и более запутанным. Можно, конечно, всегда найти самый короткий и простой путь, но он будет далеко не самым результативным. На помощь в трудных ситуациях придут светлячки. Они не только подсветят затемненные части экрана, но и покажут, как на самом деле должны располагаться лучи. Правда, действие светлячков ограничено во времени, а на самих уровнях их расположено не так уж и много. Но в этом смысле God of Light совершенно не пытается усложнить прохождение в погоне за лишней монетой. Вы спокойно можете решать предлагающиеся головоломки и не заботиться о навязчивом донате. За такое удовольствие вполне можно заплатить 66 рублей. Именно столько за игру просят в App Store. Ну и напоследок перейдем от размеренного к скорости и некоторой опасности. Представляем вам вторую часть проекта MadSkills Motocross. Как уже понятно из названия, здесь нам предстоят заезды на мотоциклах. Соревноваться можно как с искусственным интеллектом, так и с настоящими игроками. Правда, не в режиме реального времени, а в качестве борьбы с уже имеющимся результатом. Управление здесь довольно простое и состоит из четырех кнопок. Газ, тормоз, а также наклон байка вперед или же назад. Именно последние две функции вам нужны будут довольно часто. Поскольку физика здесь вполне правдоподобная, а трассы сделаны таким образом, что тупо жать на газ явно не получится. Со временем придется найти нужный баланс и выиграть таким образом в скорости. К сожалению, процесс прохождения становится довольно скучным из-за двух моментов. Во-первых, как таковой прокачки у нас здесь нет. Мы можем только открывать новые мотоциклы и их перекрашивать. А хотелось бы каких-то более существенных и разнообразных бустеров. И во-вторых, что, согласитесь, весьма важно в такого рода гоночных проектах полное отсутствие музыки. Звук мотора в наличии, а вот что-либо бодрое на фоне тут совсем бы не помешало. Но, с другой стороны, игрушка совершенно бесплатная, поэтому отговаривать от приобретения смысла нет. В своем жанре она весьма неплоха и поможет скоротать время. Ну а на сегодня у нас все. Спасибо, что смотрели и до встречи еще через две недели. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!